Катя, доброе утро. Когда жители и гости города смогут увидеть новые спектакли и каким будет репертуар? В планах театра имени Пушкина сейчас там продолжается ремонт, но тем не менее труппа уже сформирована. Назначенный художественный руководитель, главный режиссер. Сегодня мы общаемся в частности с главным режиссером театра Романом Рогозой. Роман Валентинович, доброе утро. Доброе утро. Роман Валентинович, расскажите, как прошло знакомство с коллективом? Вы до этого работали во Дворце пионеров, в другом месте, теперь у вас новое место работы, как коллектив? Как коллектив? Ну, наверное, знакомство прошло под девизом «Мечты сбываются». Я сам керчанин, поэтому, когда шел в эту профессию и когда закончил университет, мне однокурсники говорили, как в пьесе Островского, «А что ты в Керчь будешь возвращаться? Там же труппы нет». Я говорю, ну, когда-то будет. Конечно, когда-то немножко затянулось. То, что сейчас происходит, это грандиозно. Это была встреча больше единомышленников, тех людей, которые стремились к этому, которые очень хотели этого события. И поэтому, естественно, мы были очень рады друг друга видеть. Расскажите немного о составе труппы. Что это за люди? Это новые для вас люди, либо вы уже с ними знакомы? Керчь – город маленький. Конечно, мы уже встречались в творческих проектах. Это те люди, которые у себя уже зарекомендовали как актеры, которых уже часто мы встречали на творческих площадках города. Конечно, я их всех знаю фактически. Поэтому, когда у нас было представление нашего коллектива, то, понятно, 60% нам знакомиться-то и не нужно было, потому что я знал, что они уже там. На самом деле, в Керчью у нас много творческих сил. Просто они были рассыпаны, так скажем, в разных творческих ипостасях. Теперь они будут в театре. Естественно, они тоже очень рады этому. Роман Валентинович, каким будет новый репертуар? Репертуар? Ну, я немножечко поинтригую. Можно уже в скором времени в городе появятся афиши. Вот премьера «Совершенно не за горами», ну так, открою немного тайну. Это будет начало марта. Уже будет новая пьеса. Это постановка Юрия Короткова. Он, как и режиссер, уже раньше работал в театре. Дальше мы... Сегодня уже у нас первая читка пьесы, которая будет посвящена Великой Отечественной войне. Там количественный состав. Если в первой пьесе это пьеса на двух актеров, то сейчас будет в постановке пьеса на 16 действующих лиц, где 6 взрослых и 10 детей. Но труппу планируете еще дополнять, да? Конечно. Ну, понятно, в зависимости от репертуарного плана. Потому что, во-первых, должны работать несколько составов. Есть еще гастрольные бывают группы. Понятно, что актеры набираются по разным направлениям. И в зависимости от того, какой репертуарный план мы будем формировать. Это требование работы профессионального театра. Но будете добирать дальше и детей, и взрослых? Как это будет происходить? То есть будут кастинги? Конечно. Отсмотры. Понятно, что это не так, как человек пришел, сказал, вот я хочу работать. Ну, конечно, заходи, давай работай. Понятно, что это отсмотры, это надобность именно в этой фактуре, в этом актере, в этом человеке. Необходимость, да. А будут формироваться несколько составов театра? Как обычно, конечно. Вот единственное, что сейчас постановка, которую мы делаем к Великой Отечественной войне, к 75-летию Великой Победы. То есть получается, что здесь мы будем работать пока в единственном составе. Но постепенно актеры, которые будут водиться, они будут входить во второй состав, а то и в третий еще. А вот глобально, какие вообще творческие планы, идеи вы на новом месте планируете реализовать со своим коллективом? Вы знаете, вообще отрадно то, что они есть. Мы можем сейчас строить эти глобальные планы. Потому что понятно, что это должен быть репертуар очень обширный. Он должен затрагивать все интересы зрительских масс. Это должна быть и классика, это должны быть, естественно, освоены все жанры и все направления театра. Почему бы у нас не появиться опере, да, или оперете, или даже балету? Ну, это понятно, что когда уже откроется основное здание театра Пушкина. С другой стороны, мы уже будем готовы, готовым, как говорится, коллективом театральным войти в этот театр. Роман Валентинович, пока продолжается ремонт в драматическом театре имени Пушкина. Где вы будете репетировать, выступать? Где кирчане смогут увидеть ваши спектакли? В центре Богатикова мы сейчас репетируем. То есть первая половина дня всегда уходит на наши репетиции. Также премьера планируется спектакля там же. И потом все площадки города для нас открыты. Я думаю, вряд ли кто откажет нам. Понятно, что театр это не только артисты, не только актеры, это реквизиты, костюмы. Вот как этот весь процесс происходит? Работают ли уже сейчас над декорациями? Да, работают, конечно, потому что все спектакли у нас будут в декорациях. Понятно, что набирая штат театральный, это не только актеры, это еще и вспомогательные цеха. Понятно, что работает сейчас и бутафорский цех, и декорационный, и костюмы шьются, и так далее. Музыка пишется, то есть понятно, что это не только актеры, это еще ряд людей, которые обслуживают спектакль. То есть есть определенные люди, которые этим уже сейчас занимаются. Это все вместе обсуждается? Да, ну конечно, конечно. Есть задумка режиссера, который потом проводится ход совета, утверждается эскизы, декорации и так далее. То есть все как положено. Роман Валентинович, большое спасибо за беседу. Я напомню, что сегодня у нас в студии Роман Рогоза, главный режиссер Керченского драматического театра имени Пушкина. Мы ждем первого спектакля. Коллеги, у нас на эту тему пока все, вам слово. Субтитры создавал DimaTorzok